Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». В нашу редакцию пришел вопрос, как относиться к критике на Церковь. Сегодня этот вопрос имеет особенную актуальность. Как нам отвечать на это, как верным чадам нашей Матери Церкви? На самом деле, бывает критика обоснованной и необоснованной. Как бы неприятно это ни звучало, но иногда грехи того или иного священника или того или иного христианина отождествляются с грехами Церкви, что не есть правильно. Патриарх Кирилл как-то говорил о том, что грех священника — это не грех Церкви, а грех против Церкви. Мы с вами можем обратить внимание на Первую книгу царств. Отрывков из нее можно взять достаточное количество, когда речь идет о сыновьях священника Ильи, под водительство которого попадает последний израильский судья Самуил. Вот как говорится о его сыновьях в Первой книге царств. «Ильи же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в Скинию собрание. И сказал им, для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи о вас от всего народа Господня». Так вот, дальше описываются события, которые стали следствием их плохой развратной жизни. Эти сыновья Ильи решили, что для победы над филистимлянами, когда Господь не благоволит их победе, им необходимо взять ковчег Господень из Скинии собрания, взять с собою ковчег из святая святых и принести его на поле битвы. И Господь волей-неволей будет с ними. В результате был утерян ковчег, сыновья погибли в этом сражении, а Ильи, узнав об этих событиях, упал, разбился и тоже умер. Мы видим, что личные грехи этих людей привели их к смерти. Наипаче, на самом деле, пастырь или человек, занимающий какое-то положение в церкви, имеет на самом деле особенную ответственность перед Богом и перед людьми церкви. Но не нужно забывать и о том, что есть клевета абсолютно необоснованная, бывает возводится действительно ложь на церковь Божию. И это было с самого начала развития христианства в этом мире. Мы знаем, сколько было апологетов в первые века христианства, целый период апологетический, когда веру христианскую необходимо было защищать от иудеев, защищать от язычников, защищать от философов. На христиан возводили клевету, что они якобы на своих ночных собраниях едят человечину, пьют кровь младенцев и так далее и тому подобное. Какие только ужасные лжесвидетельства не возводились на христиан. Необходимо также помнить о том, что каждый из нас, из тех, кто крещен и миропомазан, имеет на себе печать и всеобщего священства. Вне зависимости от пола, возраста мы наносим на себе эту печать. Господь сотворил народ, избранный царственного священства, царей и священников, людей, взятых в удел, среди христиан. Поэтому за церковь отвечает каждый из нас, не только священник, епископ, патриарх или сенот отвечают за церковь, но каждый из нас может быть в этом ответственным. Поэтому как реагировать все-таки на критику в отношении к церкви? Да так же, как мы реагируем на критику в отношении нашей матери или нашего отца. Да, мы действительно можем знать некоторые слабости, которые проявляет наш родитель. И если мы видим, что человек, который обращает слова критики на наших родителей и может им помочь, или действительно делает это спокойно, скромно и не пытаясь устроить конфликт, то мы можем с вами об этом сказать и об этом поговорить. Спокойно, без навешивания ярлыков, без пересудов, без осуждения. В том же случае, если мы видим сильную агрессию со стороны человека, обращающего свою критику на церковь, нам необходимо, наверное, прекратить разговор. По крайней мере, это будет самым верным выходом и позволит и нам с вами остаться со спокойной совестью и со спокойными нервами, что тоже немаловажно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok